Микс Ньюс Телекинолюбители, Олег Пек в студии программа «Синий май». Сегодня мы поговорим о событиях, я думаю, о главных событиях этой осени – фестиваль, рижский кинофестиваль, который проходит уже традиционно, по-моему, в шестой раз и дарит нам возможность познакомиться с лучшими фильмами и фильмами, которые мы, может быть, увидим. Тут единственный шанс увидеть на большом экране. С 17 по 27 октября пройдет этот фестиваль, и сегодня в нашей студии креативный директор рижского кинофестиваля «Сонар Брокко». Здравствуйте, добрый день. И Анна Зачи – это курортер программы «Шорт Рига» и руководитель Ассоциации латвийских аниматоров. Здравствуйте. Здравствуйте. И я понимаю, что уже остались буквально считанные дни до фестиваля, уже известна программа фестиваля. Сколько фильмов? По-моему, 148, если я не ошибаюсь. Наверное, по-моему, да. 148 фильмов. И я понимаю, что для людей, возможно, физически просто невозможно посмотреть все 148 картин. Наверное, придется выбирать. И сейчас мы попытаемся, разбирая программы фестиваля, фильмы, может быть, как-то сориентировать людей, что бы они хотели посмотреть в первую очередь, на какие картины прийти посмотреть. Я понимаю, что это будет не только фестиваль, но будут еще и всевозможные семинары, встречи, гости. И это тоже какая-то большая часть работы фестиваля. Да, это уже как бы включено в само слово фестиваль. Это событие, где люди встречаются. И я думаю, что это очень важная часть фестиваля. Возможность встретить людей, которые делали эти фильмы. Возможность встретить людей, с которыми делать вместе свой новый фильм. И поговорить о проблемах в индустрии, о том, что новое, какое будущее кино. Но, например, будет у нас хакатон, который будет уже связан с VR, с virtual reality. Так что множество событий, помимо фильмов. Да, и несколько из них также будут открыты всем посетителям. И все это можно найти на нашей домашней странице. Еще будет одно очень важное событие для аниматоров. Да, чуть-чуть расскажу. Как раз встреча балтийских студий и индивидов анимации, профессионалов анимации. Это будет первая встреча такого масштаба. Мы приглашаем около 50 профессионалов из Литвы, Латвии и Эстонии, чтобы все вместе мы могли бы начать говорить о том, как помочь нашей индустрии анимации развиваться. И как раз все дискуссии и встречи этой части фестиваля, которая идет под названием «БАМУ». Это такое короткое название, потому что слишком длинно получается. «Балтик анимейшн митап». Это все открытые мероприятия для любого, который интересуется анимацией и индустрией анимации. Я слышал, что приедут в Ригу, будет заседание правления Европейской киноакадемии. И даже приедут практически члены академии, включая Гнешку Холланд. Да, это будет первый уикенд фестиваля, когда тут произойдет их встреча. И мы надеемся, что кто-то из них также будет дать мастер-класс или лекцию. И, возможно, будут какие-то интервью также. В программе канадского, нового канадского кино приедут, я слышал, тоже режиссеры, которые будут представлять свои картины. Это тоже, наверное, такое интересное событие, потому что мы больше знаем кино, если говорить о Северной Америке, все-таки голливудское, голливудское, а канадское кино для нас остается еще пока таким не очень известным. Да, и тем более интересно, потому что все четыре эти фильмы, они деланы режиссером из Квебека, то есть из той части Канады, которая говорит на французском языке. Но не все они на французском, как интересно, потому что «The Death and Life of John F. Donovan» – это первый фильм Ксавьеду Лана на английском языке, уже с голливудскими звездами, с Сьюзен Сарандон и так далее. Но остальные в Ригу приедет Дени Коте, режиссер, который представлен в этой программе двумя фильмами. Это «Ghost of an anthology» или «Спокпился от Санта-Лодии». И это фильм, у которого премьера была в Берлине, в фестивале. И это такой очень интересный междужанр, как бы немножко ужас, немножко социальная драма, немножко что-то мифологическое. И это такая история про маленький городок, в который в один день начинают возвращаться те люди, которые там умерли. И как бы мэр города должен решить, как справиться с этой ситуацией. И второй фильм этого режиссера, Вилкокс, немножко длиннее часа и такой более экспериментальный. У него есть non-diagetic, ну как бы звук, который совсем другой, чем то, что мы видим на экране. И такое очень-очень интересное кино. Я думаю, что стоит его посмотреть, чтобы как-то уследить за тем, куда идёт сейчас экспериментальное кино. И он сам будет, режиссёр будет своих сеансов фильмов, так что он сможет ответить на вопросы зрителей также. «Колонный» – очень-очень интересный фильм молодой режиссёрши. Ну да, ну женщины-режиссёры, по-моему, даже в русском всё-таки. И это такая история, coming-of-edge story, про молодую девушку, которая дружит с парнем из резервата, индейцев. Так что тоже такой очень интересный фильм про это. Сколько удалось, я понимаю, что каждый фестиваль, ведь это отборочная комиссия, это люди, которые отбирают, которые составляют программы. Вот сколько приходится смотреть людям, которые находятся внутри фестиваля, эти картины, может быть, на разных… Ну какие фестивали вы посещаете, с кем вы в контакте, чтобы держать руку на пульсе, не пропустить фильмы? Целый год мы пытаемся остаться дома как-то, но всё время не получается. Раз в месяц – это самое меньшее, нам надо уезжать куда-нибудь. И наши любимые фестивали, соноры, чуть-чуть отличаются. Так как я работаю с краткометражными и анимационными фильмами, я посещаю абсолютно другие мероприятия, чем она. Но это наиболее удобно, конечно, посетить Анси, это самый большой европейский фестиваль анимации, Берлинала, там всех можно встретить, но фильмы трудно просмотреть, надо бегать во все стороны города. И тогда уже идут профессиональные фестивали короткометражных фильмов, которые зритель может, то есть слушатель может и не знать, не буду называть. Какие вы тогда фестивали посещаете, СНР? Их, наверное, тоже можно как-то различить по разным типам фестивалей. То есть есть эти большие фестивали, как Берлин, как Канны, которые нужно посетить, чтобы посмотреть вот эти фильмы известных режиссёров, призёры. И очень важно там уже на месте быть, чтобы заранее резервировать этот фильм для фестиваля. Также есть наши друзья, фестивали, например, в Эстонии, в Литве, куда мы каждый год едем просто, чтобы встретиться с профессионалами, победить опять. И также есть фестивали, которые работают с национальным кино, например, Хаггсон в Норвегии. Есть фестиваль, где есть этот фильм-маркет. То есть можно в закрытых сеансах посмотреть кино, которые фильмы, которые ещё не попали на экран, то есть совсем-совсем новые, ещё не законченные даже. Также буду ехать уже три дня после Рижского кинофестиваля, поеду в Любек в Германию, где уже много лет происходит фестиваль северного кино. То есть это практически уже будете смотреть на следующий... Да, я уже сейчас смотрю на следующий год. С ума сойти. А насколько, если говорить про короткометражное кино, насколько сложно всё-таки пробиться режиссёрам короткометражных фильмов, потому что мы понимаем, что их сложнее показать в кинотеатрах, им сложнее найти своего зрителя. Но тем не менее мы... Ну вот я знаю, что проходит, например, когда «Манхэттен шорт», там люди в восторге смотрят какие-то вот эти короткометражные фильмы и обсуждают их, и всё-таки понятно, что они интересны. Если так посмотреть на всё, что происходит в Европе, и американское короткометражное кино – это абсолютно что-то отдельное, у них ещё больше весь этот бассейн фильмов. Но в Европе примерно где-то 10 тысяч короткометражных фильмов, которые наверняка принадлежат 10 тысяч разным именам в году, проходят всякие конкурсы, попадают, не попадают, но самые популярные примерно – это 200 примерно фильмов, которые всегда повторяются в каких-то фестивалях. И пробиться сложно, но возможно. И имена повторяются год за годом. Есть авторы, которые как-то нашли свой вид или свой язык кино, и людям просто нравится, что это что-то такое, что они никогда не увидят нигде. Это именно авторское кино этого человека, и они попадают во все большие фестивали. Но в моём случае, чтобы пробиться в шорт-риг, конкурс, надо было пройти конкурс вместе с где-то тысячей другими фильмами, и 31 из них я и наша команда отобрали для конкурса. Три из них из Латвии, а остальные… Они будут показываться как программа, ну то есть не с нескольких. Я хотела сказать, что я как раз облегчила ситуацию с этим объёмом фильмов для зрителей, потому что у меня фильмы идут в пачках, скажем так, не в пачках, а в комплектах по четыре, по девять, по пять фильмов. По одной цене. По одной цене именно в кино Бизея. Будет возможность как раз вот посмотреть примерно, сейчас скажу не примерно, а сорок четыре фильма, в пачках по пять, по четыре и по девять. Так что у вас есть возможность видеть огромную часть этих фильмов, которые мы показываем, но это совсем не легче, чем смотреть полнопетражный фильм, потому что вы как будто попадаете в разговор с человеком на пять минут, вам понравится этот человек, и потом вдруг другой кто-то выходит на экран и рассказывает свою историю абсолютно на другом языке. А скажите, для режиссёра всё-таки получается, вот я так понял, что есть режиссёры, которые уже специализируются на короткометражных этих шорт-фильмах, но или это, скажем, путь, вот ступенька для режиссёра уже к полнометражному кино, когда вот о, там, всё это стал хит, это ясно, что можно получить деньги на уже большой проект. Да, вот это как раз и два пути, которые выбирают режиссёры. Сначала им даже в школе надо учиться на коротком метре, все свои задания они исполняют в коротком метре. Некоторые находят в коротком метре наилучший мидий для своих идей и продолжают, и как-то поставляют это на высший уровень уже. Но другие, которые делают так называемые визитные карточки, это короткометражные фильмы, которые сделаны для того, чтобы попасть потом на вид продюсерам полнометражных фильмов. Вот это уже другой тип фильма, который нас, Шорт Ригу, не интересует. Потому что Шорт Рига работает только с короткометражными фильмами авторов, которые находят длину своего фильма до 30 минут, и всё. И не для того, чтобы показать это продюсерам, но для того, чтобы рассказать свою историю, так, как они хотят это сделать. Ну, мы помним прекрасно, что был же премьер совсем недавно «Виплаж», который короткий фильм, затем режиссёр получает возможности, бюджет, и делает фильм, который получает уже там награды. Да, 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 это, конечно, очень важно, но киноязык и вообще этот фильм, короткометражные фильмы очень такого типа, очень отличаются от тех, которые действительно авангардисты и действительно экспериментируют, и действительно находят новый язык кино. И это, конечно, прекрасно, что они делают эти короткометражные фильмы, которые просто маленькие полнометражки, но нас более интересует автор, который вас просто удивляет, и вам придётся потом ещё долго думать о том, что вы видели, но это будет приятное удивление, обещаю. Анимация, вот если говорить про анимацию, ведь насколько отличаются, вот, скажем, анимационные фильмы, которые показываются на кинофестивале, от той анимации, которую мы привыкли видеть по телевизору. Ну, когда мы включаем, мы видим уже такие стандартные достаточно образы, где на компьютере создаются, генерируются, то есть там практически всё уже на потоке. Мы понимаем, что это просто дешёвая копия, скажем, ну, вот голливудской анимации, которая делается на потоке. Вот анимированные фильмы. Да, вот нам повезло. Нам повезло в Прибалтике. И чуть-чуть повезло потому, что мы начали свои анимационные студии во время Советского Союза, когда авторы могли как-то свои художественные идеи получить, как-то затянуть на экран. И мы, как зрители в этом регионе, уже привыкли чуть-чуть к другому кино, более художественному... А, так сказать. Более художественному просто образу. Образу, да, образу. И характером. И вот поэтому нам повезло, что у нас в Прибалтике может расти вот такое наиболее художественное, наиболее другое кино, анимации. Наиболее часть наших режиссёров по профессии художники, графические дизайнеры. Только потом режиссёры. И поэтому наше кино и то, что вы увидите тут, намного интереснее визуально, чем то, что вы видите, может быть, в телевидении. Но не всех телевидений. Я могу сказать, что у нас в Латвии бывают и хорошие фильмы на телевидении. И я очень рада этим фильмам на латвийском телевидении. Особо для детей прекрасные фильмы. И вот. Так что вот это отличие для нас самое важное. Это поэтому мы так популярны в мире. Латвия, Эстония и Литва завоевают сердца. Это как анимационные. Именно, именно, да. Это наше отличие. Я вижу, что у нас вот есть звонки, но, к сожалению, просто сейчас у нас время небольшой паузы. Я попрошу вас перезвонить сразу после того, как мы вернёмся в студию. Вот сейчас перерыв короткий, после чего программа «Синема» продолжится. Продолжается программа «Синема». Она сегодня посвящена Рижскому международному кинофестивалю. В шестой раз он будет проходить. 150 фильмов, 11 программ. Сонара Брока, креативный директор. И Анна Зачи, куратор программы «Шорт Рига» и руководитель секции латвийских аниматоров. Телефон 67212-939-67213-93-9. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире. Ваш вопрос. Добрый вечер. Будьте добры. Я хотела бы чуть-чуть добавить информации, связанные с этим кинофестивалем. Когда я узнала, что будет такое, я заинтересовалась. Буду покороче. В Шлендет-Паласе мне любезно дали каталог, которых, в общем-то, не знала, где можно найти. А что я хочу сказать. Я полистала этот каталог. В отличие от Балтийской жемчужины, где информация давалась как на латышском, так и на русском языке, здесь практически на 99% вся информация идет только на латышском языке. Ну, на латышском и на английском. На латышском и на английском я видел этот каталог, да. Да, да, вы правы. Но на русском, ну, буквально десяток слов я насчитала. Там, где... Там, где «Ардокфест», наверняка. Ну, да, программа, мы тоже поговорим. Я понял ваш вопрос. Спасибо, да. Спасибо. Ну, вот вопрос. Да, если вдруг, ну, люди хотели бы, будет ли возможность каким-то образом информацию еще получать. Ну, вот как раз наша программа, я понимаю, есть возможность донести до зрителей информацию на русском языке. Каталоги у нас печатаются отдельно, будет латышский каталог, сегодня напечатан, уже есть в городе, и отдельно будет на английском языке. И также на домашней странице есть вся информация на английском и на латышском. Но самый фильм, например, вот программа «Ардокфест» и «Кантамир Балагов», фильм «Дылда» будет на русском языке. Если хочется побольше узнать о фильмах, например, журнал «Паста Айга», русская версия, там есть очень хороший подбор наших фестивальных фильмов. Ну, и я думаю, что на портале «Микс Ньюс» обязательно мы тоже разместим информацию о программах. «Сплендед Палас», ну, уже вот прозвучал кино-бизы, где можно посмотреть будет «Сплендед Палас», я понимаю, будет такая основная, наверное, площадка. Да, это называется наш дом, это наша база, где мы также базируемся во время фестиваля. Там находится наш офис, там можно также нас встретить. Ну, три кинотеатра на улице Элизабетес, это наша такая улица кино, то есть кино «Бизы», «Сплендед Палас» и «Каосунс». И ещё четвёртая площадка, где будет показываться кино про архитектуру, это уже национальная библиотека, где второй год уже проходит этот показ. Ну, вот это то, где можно посмотреть, и, наверное, надо будет сказать несколько слов всё-таки про самые топовые программы, которые наверняка вызывают самый большой интерес. Ну, вот «Фестиваль Селекшн» — это 12 фильмов, наверняка это те картины, которые вызовут наибольший интерес, потому что это фильмы с победителей всевозможных фестивалей, фильмы, о которых разговаривали весь год и которые вызвали наибольший интерес. Да, это действительно так, это программа, с которой, например, начать ваше знакомство с кино, если вы ещё не так хорошо знакомы, и также это программа, с помощью которой вы можете уследить за тем, что происходит сейчас в больших фестивалях. Это фильмы-призёры, фильмы, которые ещё будут получать, например, European Film Awards, также, ну, такие возможности, да, держать руку на пульсе. Это, например, фильм Джон Бон Хо «Паразит» Южная Корея, это фильм, который, возможно, также получит и Оскар, как лучший зарубежный фильм. Это, например, фильм Роберта Эггерса «Маяк» с Робертом Паттенсоном и Веломом Дефо. Это фильм, на который в Каннском фестивале невозможно было выстоять очередь, даже два с половиной часа это не было достаточно, чтобы попасть в этот сеанс. Это такой фильм, фильм Аньей Заварда, документальный фильм, который она сама делала про свой творческий путь. И это очень важный фильм, также поэтому, что она в этом году ушла от нас, то есть это такой фильм уже… И она приезжала как раз, когда у нас вручали европейские даты. Она была на приеме Латвии Шбедрибс нам, там ехала с лифтом вверх и вниз, очень радовалась этому мероприятию. Например, также документальный фильм про Пиджи Харви, про певицу-собаку, которая… Сон Сва Данауда, Донг Холдмана. То есть множество, множество фильмов, которые, я думаю, что они все очень важны для того, чтобы как бы понять эту панораму кино. Ну и также будет Кантемира Балагова фильм по книге Светланы Алексеевича «Войны не женское лицо». То есть тоже много… Это, кстати, фильм, который Россия выдвинула Оскару. И также у нас есть еще, по-моему, семь фильмов из других стран, которые тоже выдвигаются Оскару. Очень интересный фильм, кстати, в программе «Нордик Хайлайтс», и тогда мы танцевали. Это фильм, шведский фильм грузинского режиссера про ансамбль грузинского национального танца, где один из танцоров оказывается гомосексуал. Я очень, да, советую посмотреть этот фильм, который очень важен, и он сделан после того, когда люди, которые делали фильм, поняли, какая трудная ситуация в Грузии в связи с этим. Еще одна программа тоже «Берлинале» — это возможность посмотреть фильмы с знаменитого фестиваля, одного из тоже топовых фестивалей, который стоит наряду с Венецианским, Каннским кинофестивалем. Наверное, вот «Берлинале» — это третий такой вот из трех каких-то таких вот самых-самых. Да, но я думаю, что это самая широкая панорама немецкого кино, которое мы можем посмотреть в Латвии, и в программу включены вот также «System Crusher» фильм, с которым мы будем открывать программу. Это тоже Германия выдвинула «Оскару». Также будет знаменитого режиссера Фаты Хакина фильм «Золотая перчатка». Да, я помню его, насколько был знаменитый фильм «Головой о стену» Геген де Банд. И он поразил им тогда, я помню, что смотря немецкий фильм, я вдруг увидел жизнь турецкой общины в Германии, и настолько он был снят очень современно, то есть настолько вот он брал за душу, и затем актриса, которая снималась главной роли, она же играла в «Играх престолов», то есть там достаточно очень… Но это немножко уже другое. Это фильм про серийного убийцу, это события, которые действительно произошли, и он сделал такой очень-очень открытый и очень такой фильм, который, ну, наверное, не всем пойдёт к душе, но он также с такой комической ноточкой, так что не всё так ужасно там. Например, «Гундерман», фильм Андреас Дрейзена, тоже очень знаменитого немецкого режиссёра, это фильм про знаменитого, тоже обоснован на реальных событиях, это фильм про знакомого немецкого певца и музыканта, который, оказывается, много лет был доносчиком. Он работал, то есть на службы, уже забыла, как это называется. Стази, да, он был доносчиком, и потом он решил признаться в этом как раз на своём концерте. То есть очень интересный фильм, также в связи с событием в Латвии. Да, Мишки КГБ, да, всё это. Да, вот такое. Ну, программа действительно очень-очень разная, интересная. Например, также «Сэрч Энгэва», документальный фильм про такую звезду Инстаграма. Она модель, она проститутка, она такая андрогинная, она до сих пор ищет свою, как бы, кто она. Она мальчик, и она девушка, то есть, как бы, так она называется, «Сэрч Энгэва» или… В поисках Евы, да. В поисках Евы. И режиссёр будет в Риге, Пия Хэлэнтал. Так что это очень хорошая возможность задать вопросы также режиссёру. Ну, и, конечно, будет конкурсная программа, где будет 10 фильмов стран Балтии. Опять-таки, интересно увидеть работы наших соседей, фильмы, которые, в принципе, будут претендовать на… И я понимаю, что есть среди них и фильм наш латвийский, Лайлы Пакалныни. Да, это самый новый фильм Лайлы Пакалныни «Ложка». Ложка, да. Да, про тот длинный путь, который проходится до этого момента, когда уже у нас есть готовая пластмассовая ложка, которую один раз покушали суп и выбросили. То есть это такая, ну, как бы метафора всего этого производства, который какой огромный труд вложен в продукт, который вы будете использовать, может быть, одну минуту, да, и всё. Также будет очень интересная работа такого литовского классика «Альгиман Спойпа», «Клуса Модра Апуса», на другой стороне «Тишины». И «Альгиман Спойпа» будет также приезжать в Ригу вместе с актёром Йоз Будрайтис. Ой, легендарный, да. То есть они будут оба на сеансе этого фильма. И это такой фильм про двух братьев, которые живут в соседних домах, но они уже много-много лет не разговаривают между собой. Да, это уже такая социальная суровая тема. Ну, и также есть очень интересный фильм режиссёра из Дании, называется «Баара Нюнамс» или «Дом сирот». Она сама родом из Афгани, Афганистана. И это фильм про то время, когда там тоже были советские военные части. И это также есть советский сиротский дом. То есть все эти афганские ребята, они там растут, учатся. Ну, им приходит не всегда легко, но в тот момент, когда им слишком трудно, тогда там начинается такой болливудский номер. Как бы всё уже переходит в песню и в таких костюмах и так далее. Ну, и в конце фильма уже приходят местные, эти военные. Так что всё это как бы заканчивается. А жюри? Кто будет судить и выбирать лучше? Жюри у нас несколько, но в полнометражной, конкурсной жюри у нас будет Ридиан Дэвис из Бритишфильма института. Будет Паула Бертолин, который отбирает фильмы для Канна, для Винеции. Также он продюсирует фильмы в Индонезии несколько. Также будет латвийский продюсер Гинс Грубе. И дистрибьютор из Эстонии Кристей Корейла. И из Литвы будет Ругила Барджукайта, которая приняла участие в создании литовского павильона в Венеции, который выиграл главный приз. Будет ли особое жюри для короткометражных? О, да. И в этом году это жюри будет также квалифицировать короткометражный фильм Европейской киноакадемии. В награде за лучший короткометражный фильм. Но это только квалификации. Потом посмотрим, как этому фильму получится. Может завоевать главную награду. Это первый раз в истории Латвии такое происходит. И мы очень-очень рады этой ситуации. Но эта квалификация не единственная, конечно. Самый главный приз будет решаться между жюри пяти человек. Эдмунд Янсен, уже знаком в Латвии как режиссер, который работает в студии AtomArt. Али Сазариня, критик и тоже режиссер. Недавно у нее вышел фильм «Блакус». Да, это замечательная картина. Да, вот. Рядом, да. И потом уже наша международная часть жюри – это Ридж Воррен, Мигел Диас и Эмилия Мазик – представляют Encounters – фестиваль в Бристоле, Вилла Ду Кондо – фестиваль в Португалии и Шортвер – фестиваль в Польше. Очень важные фестивали в Европе. Также часть из них квалифицируют фильмы Европейской киноакадемии. Теперь мы один из 24 фестивалей в мире, которые квалифицируют. Так что я очень рада, буду повторять все время. Еще есть программа «Ардокфест». Ну вот они отдельно, может быть, у нас будет в эфире Виталий Манский, который придет и расскажет про эту программу. Там будет уже очень много интересных документальных фильмов из России. Ну вот да, вот нам и в WhatsApp пишут, что вот все-таки не забывайте там про информацию на русском языке о фестивале. Очень просят, потому что вот я понимаю, что многие, может быть, не слышали, не знали, каким-то образом пропустили эту информацию о фестивале. Для них это был очень такой момент важный. И я понимаю, что будет еще детская программа «Кидз Викенд». Да, будет «Кидз Викенд». Это первый уикенд фестиваля, первая суббота, воскресенье, где будет четыре полнометражных фильмов. И еще программа короткометражных анимационных фильмов утром, когда уже самые маленькие могут прийти на кино. Еще добавлю, что у нас балтийский конкурс музыкальных видео. И там тоже жюри из пяти человек. И этот конкурс у нас особый тем, что все режиссеры и некоторые из артистов этих музыкальных видео будут приглашены на разговор и презентацию этих видео в пятницу. Во втором, приближаясь второму викенду нашего фестиваля, 25 октября, вы можете в один вечер не только посмотреть все конкурсные музыкальные видео, но также и чуть-чуть отдохнуть, потому что это мероприятие закончится вечеринкой. И это происходит в нашем еще одном месте, где мы в первый раз. Это вилла фон Стрикца в районе Арстида Брияна улицы. И буквально у нас уже, смотрю, времени почти не осталось. Несколько, может быть, слов о специальной программе кино Интехно Веритес, где будут показаны фантастические такие фильмы. Я понимаю, что это Виктор Фрейбергс курирует эту программу, но просто я смотрю на список фильмов прямо у мурашки по коже. Тут и Стэнли Кубрик с его «Космической Одиссеи» 2001 года и «День, когда Земля остановилась». Именно та старая версия 51-го года Роберта Вайза и «Видеодром» Дэвида Кроненберга и «Бразилия» Терри Гильямсон. То есть я смотрю, что очень такие картины, которые наверняка любители кино абсолютно точно не видели на большом экране и, может быть, где-то на каких-то видеоэкранах смотрели, а сейчас есть возможность их увидеть в таком первозданном виде. С «Космической Одиссеи» открывался «Арсенал» 2000 года, но мы будем показывать реставрированную версию. Так что это действительно первый раз этого показа. Да, это очень-очень такая классика, которую нельзя пропустить, если это на большом экране. Так что я очень советую прийти и посмотреть эти фильмы в кинотеатр именно, потому что это всё-таки абсолютно что-то другое, чем смотреть это дома. Но ещё я хотела напомнить, что ещё есть такая, в домашней странице есть также «Спешл скрининг», где вы можете найти латвийские премьеры. И также, например, вот фильм «Геппарда Дзимшана», «Рождение Геппарда», которая вот знаменитая книга «Геппардс», которую написал Томазий де Лампедуз, его жена была из Стаммериены в Латвии, графиена, графиня. Так что это фильм не про то, как он писал книгу, но это их любовная история, как эта графиня ехала к нему в юг Италии, как она не смогла подружиться с его мамой. Были очень-очень большие трудности с этим. И это документальный фильм с очень множеством документальных материалов, которые вот в этом фильме. Так что это очень, по-моему, интересное событие, потому что не очень много людей вообще знают эту любовную историю. Ну да, я хочу напомнить, что Лукин Висконти снял фильм по его роману, знаменитый с Оленом Делоном, в том числе, там, какого кардинала. И, по-моему, Бертлан Ланкастер, главный. Да, это так. И ещё очень интересное событие будет в самом последнем дне фестиваля фильме «Праветуемся» или… Пророчество. Пророчество, да. Пророчество – это про художника из Скотта Глазного Тайс. Но самое интересное, что в фильме использована музыка Петера Васка. И мы пригласили также композитора на этот сеанс. Он будет также немножко уже дать такую короткую речь перед сеансом. Ну что же, все фильмы, я понимаю, можно найти все программы на сайте riga.eff.lv. И мне очень нравится навигация, потому что можно посмотреть как программы, все сразу, каждая программа, все фильмы. И есть возможность посмотреть по кинотеатрам, по дням. То есть очень удобно. По календарю, да. По календарю их просто рассортировать. В какой день, например, у вас есть свободное время, что вы можете в это время посмотреть, какие фильмы. И заходите, смотрите с 17 по 27 Рижский кинофестиваль международный будет проходить. И большое спасибо сегодняшним гостям, Сонара Брока и Анне Зачи. Сегодня были в нашей студии. Спасибо вам. Спасибо вам.